Добрый вечер дорогие товарищи, мы рады вас видеть здесь в этом замечательном помещении, в котором начинается новый учебный год Университета рабочих корреспондентов Фонда Рабочей Академии. Вот традиционно первая лекция у нас читает доктор философских наук, профессор Попов Михаил Васильевич. Тема лекции – трудовая теория потребительной стоимости. Пожалуйста, Михаил Васильевич, пока он начинает, напоминаю, что вопрос у нас в писемной форме, запись на выступление также в писемной форме. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищи. Вы, наверное, хорошо знаете, что Маркс создал теорию стоимости и на основе теории стоимости – теорию капитализма. А что касается потребительной стоимости, очень кратко на эту тему высказывался Маркс, что потребительная стоимость означает полезность вещи. Полезность вещи делает её потребительной стоимостью. И всё. И, так сказать, отмежевался от рассмотрения этой самой потребительной стоимости как таковой специально, поскольку всё развертывание связано с движением стоимости, а не с движением потребительной стоимости. Потому что потребительная стоимость может быть в одной форме, в другой общественной форме, а сама по себе она удовлетворяет какие-то человеческие потребности, и всё. Хотя в силу единства потребительной стоимости и стоимости, как мы наблюдаем, многие, так сказать, граждане и целые предприятия превращают иногда в потребительную стоимость то, что нужно выкинуть на помойку или исключить из потребления, так сказать, для этого делаются, так скажем, пластмассовые бутыли, которые вредны, так сказать, для здоровья людей. Или ходит сейчас вот молодёжь с этими самыми ракообразными курительными трубками. Непонятно, что они курят, они не знают и не интересуются. С этим связаны всякого рода болезни. Это уже не табак, как мы видим. Но ходят как паровозы или пароходы. Главное, что это связано с тем, что продаётся. Раз продаётся, значит, вот то, что продаётся, вроде имеет и потребительную стоимость при капитализме. Так вот, мы с вами хорошо знаем, и это многократно тут утверждалось, и это товарищи все читали, что мы имеем дело при социализме, при коммунизме, и в первой фазе, и в высшей фазе с тем общественным настроем, который диаметрально противоположен товарному производству. И вот некоторые товарищи на этом успокаиваются, потому что, я скажу, вот я поставлю везде, там, где товар – не товар, там, где деньги – не деньги, и вроде бы я и успокоился. Но это называется, так сказать, какое-то неполное определение, а определение чисто отрицательное. Допустим, вот Борис Николаевич, можно сказать, что он хороший человек, а можно сказать, что он не дурак. Ну, есть разница, правда? Ну, как-то надо не только отрицательную какую-то фигуру, но надо и положительное выразить. Вот выразить положительно было очень трудно, и прежде всего это нужно было найти. И можно сказать, что вот история социализма, построение социализма в России была и поиском, и находками в этом отношении. Вот та система экономическая, которая создана под руководством товарища Сталина, это и была той системой, которая прямо противоположна товарному производству. А некоторые даже это не понимают и не знают. Они не понимают, что, скажем, себестоимости никакой при капитализме нет, и до сих пор некоторые говорят себестоимость. А себестоимость – это чисто социалистическая категория. Она берёт не все затраты, а затраты, которые получают выражение только на уровне предприятия. Дальше идёт налог с оборота, и вот прибавление налога с оборота даёт розничную цену. А розничная цена – это не цена в политико-экономическом смысле, а плановая цена. А плановая цена – это не цена товарного хозяйства. А плановая цена – это плановый норматив, который связан с чем? С трудоёмкостью. Трудоёмкость что такое? Сколько за труда пошло на производство этого продукта, этой потребительной стоимости? Короче говоря, и движение совершенно противоположное. Вплоть до 1900, будем считать, 1962 года, у нас только снижение цен было. Предстроили все социализмы и его развитие. Только снижение цен. И даже мне, вот именно потому, что я тут один из самых, можно сказать, взрослых здесь присутствует, вот я помню, как по радио объявляюсь, вот в апреле, снижение цен очередное, что батон, который 15 копеек стоит, будет 13 копеек завтрашнего дня, а спички будут не 2 копейки, а 1 копейка. Так что это было систематически и каждый год, и не было никаких исключений, никаких. И никто не был заинтересован в повышении цен, потому что показатели, которые были у предприятий, они были прямо противоположны этому, потому что главный показатель номенклатура продукции. То есть это 100 именно мы производим для удовлетворения потребностей. Вот номенклатура, раз. Второй показатель – рост производительности труда, о которой вы ничего сейчас не слышите и не видите. Они вообще не говорят, как будто его нету. А Ленин говорил, что это самое важное, самое главное для победы нового строя. У нас же старый строй, поэтому нам это и не надо сейчас. То есть нам бы как бы и надо, как представителям трудящихся, но государству это не надо. И третий показатель, который был – снижение себестоимости. А снижение себестоимости – это не все затраты труда, а снижение того, что на предприятии делается. Потому что всё, что остальное, то, что относится к цене, другая часть, налог с оборота – это не дело предприятия. Предприятие должно снижать себестоимость. А что у нас получилось после 1965 года? Прямая противоположность этому. Объём реализации в рублях – это значит, цены могут повышаться, увеличиваться объём реализации. Прибыль – то же самое. Чем больше цены, тем больше прибыль. И рентабельность. А рентабельность – отношение прибыли к производственным фондам. Вот это мы всё знаем. Я не хотел бы на этом останавливаться. Просто хотел бы сказать, что мы знаем, что у нас не так. Что при социализме не так. И знаем, какие были показатели. А какова теория этого дела? Вот с теорией у нас было, так сказать, дело плохо. Потому что даже если мы возьмём экономические проблемы социализма в СССР, значит, это произведение Сталина представляет собой замечание к высказываниям различных экономистов и к письмам. Поэтому оно не представляет собой какого-то цельного научного произведения. И там есть в одном случае говорится о том, что вот у нас выплачивается зарплата, следовательно, у нас есть цены и так далее. А в другом случае говорится, когда говорится о средствах производства, говорится, что средства производства, конечно, у нас не товары. И поэтому внешние товарные и денежные формы, они носят характер таких, которые поменяли уже своё социально-экономическое содержание. И цена у нас это не цена, а плановая цена. И деньги у нас не деньги и так далее. Ну вот это, так сказать, то, что мы там наблюдаем. А если вы возьмёте учебники политэкономии, вот мы с Виктором Ивановичем хорошо знаем, как я, нет ни одного последовательного учебника политэкономии и социализма. Ни одного хорошего учебника нет и не было ни разу. Поэтому этот вопрос о том, как же всё-таки определить теорию социалистическую, которая противостояла бы теории стоимости, которая связана была бы с потребительной стоимостью и не была бы товароведением. Надо сказать, что очень много людей, окружавшие известного нам Василия Яковлевича Ельмеева, о теории которого у меня пойдёт речь, и Виктора Георгиевича Долгова, они тоже занимались товароведением. И они говорили о потребительной стоимости в смысле удовлетворения каких-то потребностей. И только вот в работах Ельмеева и Долгова уже довольно поздно, можно сказать, появилась теория о том, что на самом деле надо связывать потребительную стоимость с экономией труда. Виктор Георгиевич Долгов защитил докторскую диссертацию по этой проблеме под руководством, так сказать, или при участии и при поддержке Василия Яковлевича Ельмеева. Василий Яковлевич Ельмеев написал большую книгу «Социальная экономия труда», вот такая большая. Она здесь, кстати, имеется в библиотеке в достаточном количестве, здесь можно взять, читать и так далее, очень рекомендую. Ну вот, я к ним присоседился, так сказать, и был соавтором в двух книгах этому посвящённых. Первая книга называлась «Уроки и перспективы социализма в России», которая была посвящена юбилею Октябрьской революции. А вторая книга называлась «Выбор нового курса» от Долгов Ельмеев-Попов. Эта книга вышла в связи с тем, что говорил Попов, мой однофамилец, мэр Москвы, доктор экономических наук. Он, друг, написал свою книгу о том, что надо десоветизация, идеологизация и так далее. И занял откровенно антисоциалистический, антисоветский и связанный с разрушением вообще социализма и Советского Союза позиций. Мы эту книгу делали с большой скоростью и срочностью. Если у нас была книга «Уроки и перспективы социализма в России», посвящённая 80-летию советской власти, то тут ничего она не была посвящённая. Посвящённое выступлению этого самого Гавриила Харитоновича Попова, и мы решили по нему ударить и выставить прямо противоположную позицию о том, в чём должно состоять развитие. Поэтому эта книга была написана за месяц, я и при её подготовке в Москве упал, потерял сознание в гостинице. Ну, в общем, она вышла очень быстро и тиражом в издательстве «Мысль» 50 тысяч экземпляров. И её в электронной форме пока ещё нет, она везде разошлась. Достаточно хорошо тогда и свою роль сыграла. И главное, что мы хотели сделать, и в чём я видел свою задачу как соавтор, чтобы сделать это всё-таки понятной, этой теорией. Потому что мы по приглашению вот с Василием Акщимом Ильмеевым, бездолгого, ездили, но с Томилой Осиной-Ебровой, и ездили в Грецию. И они, во-первых, просили всякие книжки советские им давать, а если они идут в библиотеку, они какие-то ревизионистские книжки им дают, а действительно марксистской литературы они не получали. Вот мы для них ещё Волович Василий Николаевич, доктор экономических наук, в этом участвовал. И мы им такую помощь оказывали, и они пригласили нас в Грецию, чтобы мы рассказали про теорию потребительной стоимости. И вот, можно сказать так, что довольно забавно было. Первый день мы им доказывали, объясняли, то, что я сегодня собираюсь рассказать, а первый секретарь, Олег Папариго, собрали они в Центральный комитет и всех секретарей партийных организаций, всей Греции. Они говорят, мы слушали, мы пока ещё не уверены. Вечером у нас был разговор с Василием Яковлевичем. Говорит, Василий Николаевич, почему вас слушают и хорошо переводят, а меня плохо слушают и плохо переводят? Я говорю, Василий Яковлевич, вы так быстро не говорите, с русского на греческий перевести, вы можете себе представить? Видит, переводчицкий не успевает. На завтра Василий Яковлевич, как человек талантливый, я смотрю, он выступает образцово показателем. Раз, пауза, два, пауза, три, пауза. Ну и, так сказать, мы повыступали. И генеральный секретарь, Олега Папариго, женщина, говорит, мы вас выслушали, мы всё поняли, мы это берём на вооружение. И мы это вот в книге «От закона к стоимости к закону потребительной стоимости», так как книжка красная ещё. Вот там есть статья, в том числе и члена Политбюро греческой компарсии, Беллу, Елены Беллу, ну и наши, там Ельмееву выступление, моё и так далее. То есть, так сказать, вот мы на международном уровне эту самую теорию продвели. А в чём суть теории? А суть теории в следующем, что надо взять не только потребительную стоимость, как просто удовлетворение потребностей обычных, там, в жилье, в питании, а надо взять потребительную стоимость, исходя из основного экономического закона социализма. А основной экономический закон социализма выражается целью социалистического производства, по поводу которой была дискуссия между Плехановым и Лениным ещё перед вторым съездом. Плеханов в своём проекте записал, что нужно, что предсоциализмное производство идёт для удовлетворения нужд общества, а Ленин отреагировал на это так, что такое-то производство ещё и тресты могут дать, что тресты не дают, что ли, удовлетворение нужд общества, так или иначе дают удовлетворение нужд общества, и предложил свою формулировку обеспечения полного благосостояния и свободного, всестороннего развития всех членов общества. Плеханов, как большой учёный, согласился, подсократил немножко, и получилось там обеспечение, слово полное убрали, обеспечение благосостояния и всестороннего развития всех членов общества и свободное убрали. Ну, смысл остался. Короче говоря, ну, а Ленин везде на этом настаивал, и когда настала пора делать новую программу на Восьмом съезде, это 38-й том, полное собрание сочинений, программа, а раз она программа партии, то автор считается партией, хотя и написал её Ленин. А раз автор партии, то она не в составе как бы текста ленинского, а в приложении 38-му тома. Вы можете взять, там написано обеспечение, что цель, естественно, если мы шли к социализму, объявляли, что идём к этой цели и пришли к этой цели, и с этой целью мы продолжаем бороться. Обеспечение благосостояния и всестороннего развития всех членов общества. Слова всех членов общества у Ленина написано курсивом. Не удовлетворение просто, не развитие человека или индивида, потому что индивиды – это всё вроде как одиночка, а всех членов общества. Нам на это сделан упор. Всех. Не может быть такого, что это за социализм, если не все члены общества развиваются. Все. А что нужно для развития? И вот я хочу сказать, может быть, вы сейчас в таком же положении находитесь, как я, на конференции в Калининграде поехал вместе с Долговым и Ельмеевым. Вот они там рассуждают, рассуждают про эту самую потребительную стоимость и про экономию труда. Я никак не могу понять, а при чём тут цель социализма? При чём? Ну, если экономия – это труда, так это же то, что нужно для того, чтобы сократить рабочее время, увеличить время свободное. А увеличение свободного времени – это увеличение времени для развития. Почему? Потому что свободное время, по определению, вот некоторые думают, что свободное время – это когда я не работаю. Я не работаю. Я не работаю, во-первых, я моюсь, если это рабочий. Во-вторых, я переодеваюсь. Потом я за покупками. Потом я за детьми, может быть, в школу. А если они там на продлённом дне, значит, туда их бегут. Потом я, значит, на транспорте. В Москве теперь по полтора часа ездят и в Ленинграде. Всё стараются куда-нибудь угнать предприятия. А раньше они вот вышли люди и пришли к своему заводу. И свободного времени очень мало, потому что свободное время – это время для свободного развития. И вот когда человек у него отстал с полтора часа, он сел и тупо смотрит в телевизор, а там показывают, как убивают, режут, жгут или как какой-нибудь район московский воюет с инопланетянами. Это свободное время? Нет. Потому что это никакое не время для свободного. Это время для деградации. И свободного времени вообще нет у человека. Но предпосылкой наличия свободного времени является сокращение рабочего времени. И если не будет сокращения рабочего времени, то и свободного времени его не будет. То есть движение к сокращению рабочего времени своей положительной стороной имеет увеличение свободного. А это время для развития. То есть на самом деле коммунизм и развития человека, никакого-то, ни одного человека, иначе как говорят в анекдоте, я знаю этого человека, я видел того человека. Речь-то идёт о развитии всех членов общества. Для этого нужно, чтобы у всех членов общества, а не у некоторых, было свободное время. А у нас получается, что у некоторых всё время вроде бы свободное. Так вот свободное время у урожайцев тоже нет. Потому что они не развиваются, они болбаны. Поэтому у них свободного времени нет, потому что они оторваны от производительного труда, и у них всё представление извращённое. А у рабочих они не оторваны от производительного труда. У них представление не извращённое, но недостаточно времени для свободного развития. Вот недостаточно. И категорически очень не хватает этого времени для того, чтобы развиваться. И это хорошо, что есть, скажем, партии представителей интеллигенции, которые, между прочим, были освобождены от производительного труда, и другие люди добывали хлеб насущный и всё обеспечивали, они в это время смогли получить известное развитие. Основная масса этой интеллигенции, как мы замечаем сейчас, служит уже буржуазией, но есть остались некоторые люди, которые понимают, что их долг без всякой платы заниматься просвещением рабочего класса и обеспечивать соединение научного социализма с рабочим движением. То есть потребительная стоимость – это бывает удовлетворение потребностей в одном, в другом – в третьем, но главное – это удовлетворение потребностей в свободном времени. Ну и кто тогда им даёт самую большую потребительную стоимость? Если потребительная стоимость, мы будем понимать, прежде всего, получение свободного времени. Это прежде всего производство средств. Средства производства для чего нужны? Они ничего, они ничего хорошего не дают непосредственно людям. Они нужны для того, чтобы сократить время на производство других продуктов. Правильно? То есть, есть производство батонов, а есть производство машин для производства батонов. Вот производство машин для производства батонов ничего не даёт для непосредственного потребления. А вот для того, чтобы они выскакивали всё время, и было их много, вот для этого и необходимо средство производства. Но здесь при социализме картина не такая, как при капитализме. При социализме и при полном коммунизме можно говорить просто о коммунизме, имея в виду, что социализм это коммунизм, и теория здесь одинаковая, она не отличается в этом смысле. Что здесь экономия свободного времени, сокращение рабочего, увеличение свободного времени, как времени для свободного развития, это задача программная, и она будет осуществляться в коммунистическом обществе в соответствии с программой коммунистической партии, как у Ленина записано было во второй программе. И партия принимала, и пока был Сталин генеральным старём, этим и руководствовались. В дальнейшем, при общем росте производительности труда, переход к шестичасовому рабочему дню с обязательством для каждого трудящегося уделить два часа без особого вознаграждения обучению военному профессиональному искусству и практическому обучению техники государственного управления. То есть надо, чтобы люди участвовали в управлении. Тогда не будет таких вот святых, которые знают, как устроено государство, где и как что решается, это будут знать рабочие, а раз они будут это знать, то бюрократам будет жить тяжело, потому что вот это всеобщее участие в управлении мы знаем по книге Ленина «Государство и революция», это и есть главное средство борьбы с бюрократизмом, иначе вы никак не поборете. И ликвидации, отмирания государства. Если все научатся управлять, надобность особых каких-то людях, которые будут управлять, да ещё тем более вооружённых людях, которые будут кого-то заставлять, если все уже развиваются, значит она отпадёт. Поэтому вот эта линия увеличения свободного времени, она главная. Но можно увеличить свободное время, сократив время на производство продукта, но весь капитализм предполагает, и это в интересах капиталистов, чтобы затраты на каждый продукт сокращались. Чем это выражается в капитале Карла Маркса? Это выражается в таком понятии, как относительная прибавочная стоимость. То есть совершенно необязательно сокращать время свободное рабочее, увеличивать рабочее время, и так оно очень большое. А просто нужно повышать производительность труда, и тогда ту же самую зарплату, та же самая зарплата будет означать всё меньшую и меньшую часть продукта. То есть уменьшение зарплаты в продукте – это, так сказать, относительная прибавочная стоимость. То есть теория увеличения прибавочной стоимости за счёт роста производительности труда. То есть капитализм при всей, так сказать, его эксплуататорской сущности эту задачу развития производительной силы труда или производительность, повышение производительности труда решает постоянно. Но решает он как? Индивидуалистически на каждом отдельном предприятии. Он не заинтересован, чтобы у других повышалось. Вот если я с товарищем Назаровым конкурирую, пусть у него там оно так и идёт, а я вот производительность труда увеличу и немножко снижу деньги. И он красивый и молодой, и к нему не идут, идут у меня берег, пирожки и братья, потому что они у меня дешевле. Вот так, так сказать, строится капиталистическое производство. Поэтому вся суть, так сказать, капитализма здесь выражается в том, что он, да, он есть форма развития производительных сил. А форма развития производительных сил, то есть он имеет стимулы повышения производительности труда, но не для улучшения положения рабочих, тем более не для того, чтобы у них было свободное время. А вам дано право бороться за свободное время. Вот создавайте там свои профсоюзы, это разрешено. Вот делайте коллективные договора, это разрешено. Делайте запасовки, если сумеете организовать. Если вы не можете организовать, ну, значит, мы не виноваты, мы вам права дали. Читайте Конституцию, читайте Трудовой кодекс и будьте здоровы. Ну, а если кто доберётся до этого, как диспетчеры и докеры, ну, и хорошо, подумаешь, какое дело. А остальные не доберутся, или по дороге, или не соберутся, или не доберутся, или им не хватит знаний, или не хватит упорства, или они пугливые слишком, или в одиночку сражаются, а в одиночку не выиграешь. Вот, короче говоря, так обстоит дело. То есть, с одной стороны, капитализм, так сказать, занимается ростом производительности труда, но вовсе не для того, чтобы у вас увеличилось свободное время. Наоборот, если у вас будет много свободного времени, слишком много будете читать Маркса, Ленина, и вы сделаете революцию. Поэтому капитализм вовсе не интересован, чтобы у вас… Вот так мы одно занятие проводим в неделю, а тут можно делать занятия постоянно и готовить целую армию грамотных людей, которые совершенно по-другому себя будут вести. Поэтому за это самое свободное время идёт борьба. В буржуазии всё свободное время стягивает себе, но она это свободное время, то есть она-то стягивает, но она его превращает в что? В богатство. А богатство какое? Стоимостное. И, как известно, стоимость, и повышение стоимости, и увеличение стоимости, так сказать, увеличение богатства – это сама цель. Зачем тебе миллион? А чтобы два миллиона получить. А два миллиона зачем? Чтобы четыре получить. А четыре зачем? Чтобы сто, чтобы тысячи миллионов, чтобы был миллиард. А миллиард зачем? Чтобы миллиардером стать. А зачем будешь миллиардером? Чтобы было 15 миллиардов или 17. А зачем тебе 17? А чтобы 20 было. И так далее. И так, и так, и так идёт. То есть абстрактное богатство, ну как они и были дураки, так они, эти самые капиталисты, являются дураками. Потому что в одном, в том, чтобы получить, эксплуатировать рабочих, они не дураки. Они сделали совершенно определённую систему, у них есть люди. Вот я назначаю товарища Гавшина моим, так сказать, исполнительным директором. Я сейчас уезжаю на тёплые моря, у меня там дача мраморная, и там у меня крейсер стоит подводный и яхта, а он должен мне раз в неделю сообщать, как с прибылью. А как только с прибыли нет, всё, он уже снят, Виктор Иванович. И так далее. То есть ничего не надо. Сейчас для капиталистов, для богатых, вообще ничего не надо знать, ничего не надо делать. Потому что я смотрю просто на это сообщение. Если у меня понизилась прибыль, до свидания. Всё. Я вот студенту спрашивал, вы сколько надо, если будете у меня на этой должности, вам сколько надо в месяц? Вот я вас спрашиваю. 200 тысяч. А? 200 тысяч. Нет, это не получится ничего. Вот, Степан, Степан, сколько вам надо в месяц? Несерьёзный вы человек. Ну, что? Сколько? Деньги, дай мне сказать. А? 28. Чего? Чего-нибудь там. Не может даже сформулироваться. Ну, кто там? Ну, как в госкорпорациях топ-менеджеры получают, ну, несколько, хотя бы миллионов. Ну, вот это уж я понимаю, вот это разговор. Вот один человек у нас и есть. Вот поэтому он неснимаемый пока, а вы не доросли до этого. Вот мадам Ракова 50 миллионов получила и сама потом пришла. Говорит, всё равно поймает, что я буду. Сейчас будет как-нибудь выкручиваться тут. Так, ну, а что касается, значит, что получается? Для капитализма характерно и для капиталистов экономия труда для того, чтобы больше эксплуатируют рабочих. То есть, себе больше долю, а им меньше. А зарплата та же. Даже если её не уменьшать, она просто притомная. Ну, правда, они никак не удерживаются и начинают ещё инфляцию включать. Тогда ещё зарплата ещё и падает. Это им посоветовал Джон Мейнард Кейнс. Очень интересная книга. Общая теория занятости процента и денег. Мельче, чем капитал. Капиталисты все читают, такая тоненькая. И там написано, что вы там тягаетесь со своими рабочими. Вот, не надо там на уровне предприятия воевать, а надо цены потихонечку повышать. На что? На всё, кроме товара рабочая сила. Поэтому инфляция – это не общее повышение. Не общее повышение цен. А повышение цен на всё, кроме товара рабочая сила. То есть, он как бы привязан, этот товар, так сказать, ко дну. А всё остальное всплывает. И всё. И у вас отбирают, отбирают, отбирают. С кем воевать? И вот вам говорят, Центробанк установил там 4% и так далее. Но он 4,4. А то, что потребляет трудящийся, и 20% там на морковку, и 30%, может быть, и 40% и так далее. То есть, сужается, сужается, сужается. А раз коммунизм – противоположная система, то здесь экономия труда берётся не там, где производится продукт, а в обществе и в целом. То есть, если мы вместо… Вот Виктор Георгиевич Долгов написал диссертацию на примере экономии труда в производстве землеройных машин. Ну, это что такое? Это бульдозеры, это экскаваторы и прочие, самые разные. Значит, вот выпустили бульдозер, более дорогой, но очень мощный. Мощный. И он, конечно, он дороже, но и экономит больше. Значит, если он экономит больше, чем возрастает его цена, то его надо внедрять. Ну, вот мы внедрили. То есть, мы взяли этот вот, произвели этот экскаватор и отправили на экспорт в Африку. И в Африку в какой-нибудь отсталой стране он работает. И что? А ничего. А если два таких экскаватора, а если четыре, а если пять? Значит, каждый даёт экономию труда. И экономию надо посчитать за вычетом затрат на обслуживание и ремонт. Включая и затраты, связанные с оплатой рабочих, те, которые приводят в движение его. И обязательно, значит, может быть первый ремонт, второй ремонт. Ну, так одно дело, мы выпустили машину ЗИЛ 100 штук, или выпустили её 100 тысяч. Есть разница? 100 тысяч даёт колоссальную экономию. А 100 штук? Ну, она, конечно, это экономия, но она не играет большую роль во всём народном хозяйстве. То есть, надо посчитать всю экономию не от штуки, которая производится, а от всех вот этих средств производства, которые произведены. Её всё сложить и от других всех видов производства тоже всё сложить и узнать. И вот если мы получили столько-то часов, значит, мы можем половину сразу же выделить в сокращение рабочего дня. Если при социализме и при коммунизме. Правильно? Государство сразу раз, и на половину этого времени сокращают, там, на 15 минут в этом году. А в следующем году ещё на 15 минут. Но по мере того, как мы экономим, так мы и прибавляем свободное время. Поэтому и Сталин говорил, не только 6 часов, и к 5 часовому дню надо переходить. Ну, переходить – это разговор такой, где сказать, давайте перейдём. Так, мы перейдём, потом у нас этого нет, этого нет, этого не сделали. Так, нельзя переходить. Переходить надо тогда, когда вы за меньшее время сделали вот это. Так как мы тогда считаем? При капитализме стоимость, она, вот она, впереди. Она как величина, на которую равняется. А здесь, наоборот, она в минусе. Нет, только не стоимость, а затраты труда. Затраты труда в минусе. Надо взять все затраты труда, посмотреть, какая получается экономия при выпуске этой продукции. Вот по этой экономии, которая даёт продукт, средства производства, и определить вклад в снижение затрат и, следовательно, увеличение свободного времени. То есть, по существу увеличение свободного времени, вот критерий, ну, за вычетом всех затрат, там, и на производство, и на ремонт, и на обслуживание. Вот экономия рабочего времени, вот ведущий и главный, и общий, и всеобщий показатель производства, средств производства. И это главное, производство средств производства, как вы понимаете, первое подразделение, это и главный мотор, так сказать, всего народно-хозяйственного организма, который позволяет сокращать постоянно рабочее время, увеличить свободное. Но кроме этого, есть другой фактор. А другим фактором является рабочий. Кто такой рабочий? Как говорил Ленин, главная производительная сила всего человечества есть рабочий, трудящийся. Главная производительная сила. Ну и как вот, от того, как поведет себя рабочий, зависит, будет экономия или нет. Или выжмут из этих средств производства много или мало. Тем более рабочие, если они имеют свободное время и занимаются рационализацией, и осваивают, и не только осваивают, а используют настолько эффективно новые средства производства, что это даже не предполагали и конструкторы. Это мы знаем. И вот, скажем, то же самое стахановское движение, которое было, оно и было освоением новой техники, потому что не так вот киркой там добывали теперь уже отбойным молотком, а дальше пошли в целые комплексы. А комплексы, как вы понимаете, они продвинули экономию труда. Значит, что значит поменять средства производства, это понятно. Было одно средство производства, старое, сделали новое, которое теперь дает большую экономию, суммарную. А работникам как? Можно, значит, этого работника убрать, а другого поставить. А если этого работника переучить и сделать более высокий квалифицированный, он был у неё четвёртый разряд, а стал шестой. Или он имел дело только с этой техникой, а теперь он будет иметь дело с более производительной техникой после повышения квалификации. Это тоже замена, только замена Иванова не обученного этому делу на Иванова обученного. Вот это повышение квалификации. Это резерв, колоссальный резерв и вдобавок параллельный резерв. Вы не можете совершенствовать просто средства производства без того, чтобы не совершенствовать умелость и квалификацию рабочих. И вот это второй резерв экономии труда. Если вы будете соответственно тому, как получается с техникой повышать рабочих, а вот сейчас повышением квалификации рабочих вообще не занимаются. Вы хотите, так сказать, сами повышайте, не хотите, как хотите. Нет. Мы принимаем тех и таких, откуда вы их берете, а откуда, как хотят, пусть учатся сами. Где-то есть подготовка? Вот помните, помните, при Романове здесь делали ПТУ, очень, так сказать, много этому давали внимания в Ленинграде, чтобы люди готовились и чтобы люди ПТУ учились не хуже, чем в школе и при этом еще были специалисты. Или в школах уже были люди, которые тоже были одновременно и рабочими хотя бы два дня в неделю. Вот я такой, в такой школе учился, 366-я школа Московского района, три последних года, 9-й, 10-й и 11-й, мы два дня в неделю работали на заводе, на военном, и делали там то, что делают на этом военном заводе, и я работал, например, там токарем, часовщиком. И у меня даже есть документы, что у меня первый разряд, я еще не видел ни одного человека, у кого, если бы я был спортсмен, это было бы очень ценно, первый разряд. А если я кому-нибудь покажу первый разряд из работчика, они будут смеяться, потому что после ПТУ третий дают, как минимум, но у меня первый есть, ни у кого нету, а это вот, значит, видите, как устраиваются люди. Спорчено обороты. Да, вот, то есть, было внимание, есть эта дорога при капитализме, иногда вынуждены все-таки какую-то учебу проводить, так или иначе, хотя бы на производстве, капиталистическое, так сказать, при капиталистическом ведении хозяйства, но, как правило, этого нет, а вот при социализме и при коммунизме полном, естественно, такая главная дорога. Значит, получается так, вот экономия труда от замены средств производства на те, которые дают большую экономию, замена одних работников на более квалифицированных, может быть, тех же самых, но обученных, переобученных, которые дают тоже экономию, остались предметы потребления. Тут как быть? Ну, предмет потребления, как вы понимаете, тут сам от него вроде экономии вроде и нет. Ну, что вы, так сказать, все тут может быть, а тут может быть следующее. Поэтому здесь вот мы предлагали и вот в этой книге предлагаем критерии снижения цен. Вот предприятие. Вот оно выпускало продукцию, а теперь раз, и оно снижает цену, потому что у него производительность туда выросла, оно же новые средства производства получило, к повышению квалификации работников тоже произошло. Значит, есть основания для снижения цен? Есть. Вот она снижает цену, скажем, и половину времени, которое оно получило, половину берёт себе, сэкономленного, а половину отдаёт обществу, то есть снижает цену. А раз вы снижаете цену, у вас получается больше возможности использовать для приобретения каких-то продуктов и опять же для экономии труда. Тогда критерием, решающим критерием для производства предметов потребления является сумма снижения цен. вот и всё. Поэтому, значит, экономия труда только не у производителей, а у потребителей, у производителей средств производства за вычетом затрат у производителей. То есть, затраты идут в минус, а в плюс идёт экономия труда у потребителей техники. И она зависит от количества этой техники. Чем больше этой техники передовой внедряется в производство, тем больше экономия. А затраты вычет. Это повышение квалификации, опять-таки, от этого зависит, что экономия у кого? У тех, кто использует этого работника. Вы берёте более квалифицированного работника, естественно, больше экономии. Ну и, наконец, вот эта сумма снижения цен на производимые продукции. В итоге этого дела получается встроенная система стимулирования экономии труда и превращения этой экономии в свободное время. И, если раньше было так, что снижали цены при Сталине, а надо ещё с такой же периодичностью, может, раз в год, хотя бы на 15 минут, уменьшать рабочее время трудящимся всем. А сейчас у нас уже ухитрились выкинуть 8-часовой рабочий день из Трудового кодекса. Но осталась ещё нормальная продолжительность рабочей недели, а товарищи трудящиеся не поняли, если нормальные 40 часов, то вас заставляют работать 43, или 45, или 47, вот вы 40 часов отработали, и вдруг щёлк, 40 часов закончилось, дальше что? Ближайшие 2 часа в полтора раза должны платить, это сверхурочные, а следующие будут вдвойне. Но вы не обязаны сверхурочно работать, я правильно понимаю? сверхурочные нельзя, обязательно, можно их привлечь. Хотите, тройной давайте, четверную, это уже дальше в коллективном договоре, дальше мы договариваемся с руководством. Вот такая картина сейчас. Но это, как мы понимаем, мы сейчас живём в обществе, в котором представляет собой прямую противоположность социализма. Если бы мы раньше понимали вот то, о чём я сегодня вам рассказывал, и то, что в такой понятной и ясной форме изложил Василий Яковлевич и Виктор Георгиевич Долгов, ну и я к ним вот в этой книжке присоседился. Я хочу сказать, что вот это великое открытие, можно сказать, великое достижение советской политэкономии. И благодаря этому у нас есть полная теоретическая основа для развития социализма в полной коммунизме. То есть дело только за социалистической революцией, то есть за пустячком. Всё вот, Мы бываем блокады голосов. Я пользуюсь случаем поблагодарить Владимира Васильевича Попова замечательные книги «Классовая борьба». Советы как форма государственной власти. Всё, что нужно для восстановления советской власти в основном и развития профсоюзного движения в России. Это члены рабочей российской партии Золотов всё собирается. А вот не собирается и сам член рабочей партии сказал что? Сказал очень верные слова. Делается всё, кроме главного. Вот делается всё, кроме главного. А главное это что? Остановить работу на капитал. Здесь у нас присутствуют рабочие. Да главная задача им не сообщается и главная задача партии рабочих не выполняется. Михаил Васильевич сегодня в лекции сказал одну из причин недостижения цели. Дескать, борется среди всего прочего, я все пункты не перечисляю, а вот то главное это ядро в одиночку. То есть цель связать наконец отдельные забастовки в одну всеобщую забастовку всеобщая политическая стачка. Французская рабочая партия, французские профсоюзы ставят перед собой эту задачу. В этом году обещают произвести всеобщую политическую стачку в обозримом будущем. Почему же российская рабочая партия и рабочая коммунистическая партия не ставят перед рабочим такой практической задачей? Давайте объединимся с французами и в этом году поставим эту задачу. Это прежде всего к рабочим. Значит я получил замечание и предложение в последнем выступлении о всеобщей политической стачке скажу сказать, что вот это совершенно неправильная ориентировка у вас. Я объясняю почему. стачка это не такая вещь, которой кто-то может со стороны призвать. На стачку люди выходят на каждом предприятии и на каждом заводе по мере подготовки коллектива. Поэтому различаются периоды, когда размах статочной борьбы очень слабый, как сейчас в России. Очень слабый. Мало кто бастует. Практически никто не бастует. И такие периоды, когда масса предприятий бастует. Когда масса предприятий, которые бастуют, они формируют забастовочные комитеты, а представители этих забастовочных комитетов, представители не тех, кого призвали бастовать, а тех, кто сорганизовались на забастовку. Вот эти люди могут осуществлять власть. поэтому получаются советы. Поэтому советы получаются на гребне забастовочной борьбы, а не на всеобщей политической стачке. И никогда всеобщей стачки не было и не может быть, потому что одни готовы, другие не готовы. Не было никогда. Поэтому эти призывы пустые, и они даются со стороны, мимо рабочих и помимо них. А вот, скажем, если речь идет о одном городе, может быть, вот в Иваново, Одновременно забастовали рабочие всех крупнейших фабрик. И вот тогда появились советы, вот когда они забастовали. А потом появились забастовки на предприятиях в Петрограде, уже с такой же целью и от них формировались советы. В Москве и Московское было, как мы знаем, вооруженное восстание. Декабрьское вооруженное восстание в 1905 году. То есть, для того, чтобы была революция, для того, чтобы люди вместе выступали, они должны переходить не к тому, что ждать, когда все будут, забастуют. И вот поэтому все ждут и никогда не дождутся. А они должны переходить уже не к политической стачке, а к формированию советов, а у вас там книжечка есть по советам в руках, к формированию советов и переходить уже и к политической борьбе. Хотя, мы с вами знаем историю 1917 года. Скажите, пожалуйста, первый съезд советов когда проходил? На волне? тоже многочисленных стачек. Не всеобщее политическое, но многочисленных стачек. Где? Когда? Он проходил летом, и что, как получилось, какой был совет? Съезд советов собрался первый, проходил у нас, между прочим, на нынешней кадетской линии, там есть помещение хорошее, в свое время движение коммунистической инициативы, там собиралось. Мы получили тогда, нам Академия Тыла и Транспорта разрешила там провести свое собрание, мы его видели, знаем. И что там, насколько там сильно, так сказать, какие позиции имел Ленин? Ну, такие, что он два раза выступил там. И когда Церетели, который вел меньшевик, это все заседание первого съезда советов, вот, которое было на волне как бы из этих стачек, когда он сказал, что нет такой партии, которая может, так сказать, сейчас взять власть, Ленин сказал, есть такая партия. Ну, партия-то есть, но чтобы взять власть, что нужно было сделать? Нужно было провести большевизацию советов, а не просто стачка, политическая стачка, вот она может вам дать ситуацию, какая была на Первом съезде советов. Ничего социалистического там не было, это было, и этот самый съезд советов первый был прихвостем, можно сказать, при временном правительстве. А вот, когда в Москве, Петрограде, в войсках Северного фронта большевизировались советы, вот тогда сложилась ситуация, когда вот эти самые советы и могут взять власть. И думали они не о том, как сделать всеобщеполитическую стачку, всеобщеполитическую стачку они еще много лет бы делали, а как взять власть, и взяв власть, после этого рультуарить требования восьми часов рабочего дня, тем более, что Петрограде рабочие сами явочным порядком установили, нужно было только декрет выступить. Надо было дать землю крестьянам, привлечься на свою сторону большинство народа, и после этого начался переходный период от капитализма к социализму. Вот как было на самом деле и как надо действовать. А вот эти разговоры про всеобщеполитическую власть, мы их знаем с Виктором Ивановичем давно, с времен 90-х годов. Все это вот так в левой литературе, все это пишут, расписывают, это чепуха. Надо понимать, что стачку сделать очень трудно, там очень длительный процесс, и этот процесс идет на заводе, и никакой тут призыв ничем тут не поможет. А вот помощь в организации стачки поможет, поэтому, скажем, люди, такие, как члены нашей партии, товарищ Федотов, он готовит соответствующий материал, как сделать забастовку, как ее организовать. И вот сейчас у нас вышла газета, вот она тоже посвящена тому, как организовать, как организовать коллективный договор, чтобы провести хороший коллективный договор, все люди, которые проводили, все знают, без забастовки хороший коллективный договор, то есть хороший для кого? Для рабочих, и плохой для капиталистов. Без забастовки его не заключишь. И все люди думают, что я приду и скажу, вот вам, давайте заключим договор. Скажете, да? Разбежались. И всё на этом. Вот таким образом. Так что этот вопрос отдельный. Если ещё кто есть по этому поводу другие точки зрения или сомнения, надо на эту тему подумать и почитать. Это написано и в книге нашей с Казёновым. И это написано в других книгах, что вот эта дорога к социализму идёт через создание Советов. Ну или аналогичных органов, которые были в других странах, которые так или иначе переходили к социализму. Потому что если вы возьмёте там ту же самую вооружённую борьбу в Китае, то там не всеобщая она была. Не всеобщая. А были, так сказать, районы, в которых Коммунистическая партия Китая имела свою опору, и она постепенно эти районы расширяла. И это занимало много лет. А вовсе не так. В России всеобщая политическая стачка в Китае. Не было такой всеобщей политической стачки в Китае. А вот борьба с Гоминьданом была. И постепенно освобождали, освобождали при поддержке со стороны Советского Союза и партии, и товарища Сталина. Вот это было. То же самое про Вьетнам. Там что, всеобщая политическая стачка была? Да они там в лесах, в джунглях, так сказать, организовали уже районы социалистические. А после этого они расширяли. И расширяли, но они воевали с французами. А мало того, что они победили свою буржуазию, так французы, колонизаторы, так сказать, там стояли. Французские войска выгнали. Французские войска пришли американские войска. И вьетнамский народ, трудящийся под руководством Компартии Вьетнама, победили Соединенные Штаты Америки. Они всеобщую политическую стачку сделали. А всеобщую. А победить Соединенные Штаты Америки никому больше не удавалось. Никому. Они победили. Победили они. Выгнали этих американцев. И теперь там тихий, спокойный район. И туда приезжал на переговоры президент США, поскольку, так сказать, понял, там все хорошо. Сколько во Вьетнаме людей? Сто миллионов. Сто миллионов страна. А у нас сто сорок четыре. Не сильно-то мы отличаемся. И Вьетнам социалистическая страна, а Россия сейчас капиталистическая страна. Поэтому давайте будем смотреть, да и дальше на восток, как Ленин и призывал. И в этом смысле ничего назад не ушло. Просто где-то революция, где-то контрреволюция. А общий баланс все время нарастает. Сколько у нас человек живет сейчас в социалистических странах? То есть в странах, которые... Социалистическая страна – это не та, которая построила социализм. Социализм сейчас построен только в Корейской народно-демократической республике. Во всех остальных социалистических странах переходный период к социализму. Сколько? Миллиард четыреста в Китае. Значит, сто миллионов во Вьетнаме, двадцать пять миллионов в Корее, шесть миллионов в Лаосе. В 1976 году бы там была революция. И как будто его и нет, этого Лаоса. И Камбучия. И никакая Камбучия. И 11 миллионов на Кубе. И 11 миллионов на Кубе. В Камбучии никакой революции не было социалистической, никакого там строительства социализма не было и нет. Ну как же, а Пол Потт? А вот так же. Ну так Пол Потт, это этот... Вы можете тоже себя назвать красным хмером, и вот пойдите, и во второлево себя об этом объявите. Посмотрим. Никто не обращает. У нас сейчас демократия. Скажут, ну хорошо, что вы красный хмер, но если вы не заплатите, мы вас высадим. Что там хорошая жизнь в Северной Корее? Очень хорошая. Я там был две недели, я жил при коммунизме. В первой фазе. Там замечательная жизнь. В Китае страшно. Там нет ни одного пьяного, там нет без культуры. Там нет, там я с собой даже привез один доллар и рубль, они посмотрели, никто не взял. Там вот есть своя денежная единица, и всё, и ничего, вообще никакой нет. Чистота, порядок, культура изумительная. Во дворце, в котором... Во дворце, то есть больнице, в которой новорожденных выхаживают, и женщины там трудные роды проводят, входишь, а там полудрагоценные камни. Мы спрашиваем, а что это у вас тут полудрагоценные камни? Они говорят, ну а куда нам этот полудрагоценный камни? Вот делают матч с ребёнком, вот самое место и время. Замечательно. Мы видели там самодеятельность, какие они спортсмены прекрасные. В шесть часов утра встаёт народ, а в двадцать два часа выключается телевидение, никаких ночных клубов, баров, ресторанов. Поэтому понятно, что так ковидом там не заражается, как в других местах. И нас будили революционными песнями. Красота! Две недели я прожил при социализме. Уже было время, когда вы жили при капитализме. Мне повезло. Спасибо, Виктор Васильевич. Ну что, объявление. Встречаемся в следующий четверг. Это у нас будет 14 октября. Тема лекции. Социальная сущность постпозитивизма. По заказам трудящих. Читает лекцию «Доктор с властовских ног» прохеста «Доктор с властников». Надежда Леонидовича. Продолжение следует...